Импортировать файлы легко, однако использовать их можно только в текущем проекте. А что насчёт своей библиотеки Twinmotion? Оказывается, возможно. И обо всём поподробнее. Всем привет, с вами Джонни Кикс. Перед нами главное кно программы. Ходит легенда, что до перехода в Epic Games, программу можно было добавлять в библиотеки. Увы, проверить это на сегодняшний момент невозможно. Имеющиеся библиотеки в Epic Games Store предназначены для движка Unreal Engine и только. А хочется что-то новенькое. Здесь и поможет User Library, пользовательская библиотека. Слева жмём на треугольник. Раскрывается библиотека, снизу справа которой есть раздел User Library. Пока что в ней ничего нет, но в неё можно добавить файлы, о чём-то строк и папки. С папками во проще. Жмём на плюс, папка есть. Через правую кнопку мыши открывается меню папки, где Cut вырезать, Paste вставить, Name переименовать, а Delete удалить. Просто и удобно. И теперь о самой пользовательской библиотеке. Её местоположение можно узнать и даже изменить. Для этого в панели управления выбираем Edit, редактировать, Preferences, Персональ настройки или. Для этого открываем экспресс панель, Preferences, или. Для этого зажимаем горячие клавиши Ctrl-P, Z в русской раскладке. В итоге, наконец-то, откроется новое окно. В разделе Settings, установки, раскрываем Custom Paths. Пользовательские пути. По умолчанию библиотека находится по такому адресу. Если файлов будет очень много, то тогда лучше переместить её в более ёмкий диск. Итак, место есть. Осталось наполнить её файлами, моделями и материалами. Чтобы добавить модель, выбираем Import, Import и жмём на кнопку с соответствующим названием. В проводнике находим файл и импортируем его. Модель есть в поле Import, но не в пользовательской библиотеке. Помещаем модель на сцену. Справа жмём на треугольник и раскрываем дополнительные свойства. Удобнее работать без сортировки объектов или All. Тогда модель можно выделить полностью, а не по слоям. После выделения смещаем курсор вправо, пока не появится три точек. Нажав на него, откроется меню, в котором выбираем Add to User Library. Добавить в пользовательскую библиотеку. Готово. Модель в библиотеке и на неё действуют те же инструменты, что и на папку. Чтобы добавить материал, под сценой выбираем Material Picker, подборщик материала. Или же с помощью клавиши T, E в русской раскладке. Вместо курсора появляется пипетка, которую жмём на любую поверхность сцене. Например, на землю. Под сценой появляются параметры материала. Не буду на них застрять внимание. В параметре Color, цвет. Жмём на More, больше. Здесь выбираем Texture, текстура. Программа предложит выбрать действия с текстурой. Выберем Open, открыть. В проводнике находим нужный нам файл. Готово. Слева от параметров представлен сам материал. В форме шара. Жмём на 3 точки над ним. Далее, это User Library. Материал. Библиотеки. Материал не обязательно брать изне. Можно создать и в самой программе. Шаги до настроек те же, что и при добавлении материала. В принципе, мы и так находимся здесь. Жмём на Material Single Multi. Один или несколько образцов материалов. Выбрав режим Multi. Добавляем шаблон, нажав на плюс. Шаблон есть. Осталось применить к нему настройки. Например, цвет, отражения или другие. Не стоит забывать, что в этот материал также можно добавить текстуру извне. Для удобства в работе, в самой пользовательской библиотеке все добавленные модели материала лучше расположить по папкам с соответствующими названиями. Удобно для поочередного добавления. А для целых купаем элементов? Оказывается, может. Путь в библиотеке не зря присутствует в настройках. Создав папку с названием User Library в любом другом месте, можно оставить всё как есть, добавив в него файлы в формате TMI, который получается, когда элемент заносится в пользовательскую библиотеку, можно спокойно открывать их в InMotion другими пользователями на компьютерах и имеющих доступ к этой папке. Все файлы пользовательской библиотеки остаются в программе из проекта в проект. На этом же урок подошёл к концу. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Остались вопросы? Пишите в комментариях, что вас интересует. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!